Для создания хорошего сериала и фильма, крепкого забористого сюжета порой маловато. Важную роль в истории играют и персонажи. Герои должны вызывать эмоциональную привязанность, и во время просмотра становиться зрителю друзьями или ненавистными врагами. Но ввиду различных ситуаций, сериалы, особенно долгоиграющие, безбожно сливают полюбившихся публике персонажей. Как раз о таких нелепых примерах мы и поговорим сегодня. Вашему вниманию предоставляется небольшой список самых глупых, на мой взгляд, сливов персонажей сериалов. Заранее предупреждаю, что в ролике будет огромное количество спойлеров, поэтому я расставил тайм-коды для максимально удобного просмотра. Присаживайтесь поудобней, а я начну. Сверхъестественная не только прекрасный пример мистических сериалов, но и сериал, в котором раз за разом сливали отличных персонажей. Буквально с первого сезона сценаристы дали понять, что зрителям нужно с осторожностью привязываться ко всем персонажам. Ведь смерть разной степени нелепости настигнет каждого. Ко всему прочему, ввиду огромного количества сезонов, характеры многих персонажей потерпели значительные изменения. К примеру, Ангел Касс, который представлял из себя внушительную, неадаптированную к социуму машину для убийств до шестого сезона. Он был наивным, но в то же время сильным, вертким и почти неуязвимым. Такой ангелочек нравился многим, но дальше все пошло в другую сторону. В последних сезонах Касс представлял собой излишне сопливого, слишком человечного и ничтожно слабого для ангела персонажа. Может, эта версия кому-то пришлась по душе, но, как по мне, это слив и деградация персонажа. Примерно то же самое случилось и с Люцифером. Господи, насколько он был устрашающим в пятом сезоне. Дьявол представлял собой вселенское зло, одержимое понятными для зрителя мотивами. Но шло время, и начиная с 11 сезона, образ Люцифера ужасно изменился. Он превратился в саркастического дурачка без мотивации. То ненавидит бога, то мирится с ним, то снова ненавидит, то снова мирится. Очевидно, что это уже не тот грозный злодей, а лишь его бледная тень. Знатно потрепал сериал и смерть. Могущественное древнее существо погибло от руки Дина Винчестера в конце 10 сезона, и это просто взорвало мне мозг. Смерть смерти само по себе очень глупое решение даже на стадии произношения. Слив такого имбового персонажа, которого к тому же играл невероятный Джулиан Ричингс, это был удар в самое сердце всех фанатов шоу. Слив не прошел стороной персонажа Мэри Винчестер, который воскресили в конце 11 сезона. Но, судя по всему, сценаристы просто не понимали, что делать с этой героиней, поэтому в 14 сезоне она стала жертвой Джека, который и убил-то ее случайно. Не пожалели сценаристы и Чака? В 11 сезоне нам четко дали понять, что Бог это нейтральное существо, наблюдатель и горе писатель. Он нейтральный, но однозначно добрый и в какой-то степени благородный. Но по щелчку пальцев сценаристов в конце 14 сезона Чак превращается в типичного злодея, при том, что мотивации для такого изменения Бога не наделили. Ну и самый лакомый и противоречивый пример слива персонажа. На этот раз это великий и ужасный Дин Винчестер. В конце последней серии, после стычки с Богом, Дин Винчестер погибает на обычной рядовой охоте. Он напоролся на здоровенный пруд в стене. Поначалу эта ситуация ничего кроме недоумения не вызывала. Видит Бог и не вызвала, если бы не актерская игра J.F. Задумка авторов предельно ясна. Дин всю жизнь знал и ждал, что погибнет на охоте. Он видел свой конец именно таким. Впрочем, это и случилось. Но это не работает. Персонаж слишком часто воскресал. В предыдущей серии они наваляли самому Чаку, а Сэм и Дин прекрасно ладят с новым богом Джеком. Как итог, такая смерть Дина закономерна и правильна. Но реализация вышла настолько кривой, что по сей день фанаты не признают такой печальный и одновременно нелепый исход своего любимого персонажа. В отличие от сверхъестественного, британский сериал «Острые козырьки» куда более дорожит своими персонажами. Черт возьми, у сценаристов не хватило яиц, даже чтобы избавиться от Алфи Саламонса в исполнении Тома Харди, которому буквально прострелили лицо. Но все-таки смерть одного из основных персонажей случилась. В первой серии четвертого сезона от рук итальянской мафии трагически погибает Джон Шелби, младший брат многолюдного семейства. Персонаж был харизматичным и колоритным, для многих таки вовсе являлся любимым. Сама гибель персонажа поставлена без преувеличения качественно, но далее про Джона больше никто и никогда не вспоминал, буквально. Сама его гибель в итоге ни к чему не привела, и нужна она сериалу «Как собаке пятая лапа». Сериал, который не славится убийствами главных героев, убивает одного из главных героев, но в итоге оказывается, что это просто слив ради слива. Дело в том, что Джо Коул, актер, исполнивший роль Джона Шелби, потерял интерес к этой роли. Он не хотел продолжать работу в сериале, чтобы не стать заложником одного образа. Джо хотел двигаться по карьерной лестнице, а не застрять в одном сериале. Зная эту информацию, при пересмотре сериала становится очень сильно заметно, что никаких предпосылок гибели персонажа не было. Это случилось по просьбе актера. Персонажа вывели из сериала, и память о нем умерла сразу же после похорон. Это возмущает как меня, так и большинство фанатов. В результате того, что гибель персонажа вышла сумбурной, ненужной, без каких-либо последствий, а в самом шоу «Любимец публики» больше не упоминался ни разу, я считаю это сливом Джона Шелби. Как-то так. В противовес острым козырькам, в котором погибло всего несколько основных персонажей, идет сериал «Ходячие мертвецы», в котором за 10 полных сезонов сценаристы положили несколько десятков колоритных персонажей. Но далеко не всегда смерть какого-нибудь бедняги была нужна сюжету. Яркий пример это смерть Глена от руки Нигана в последней серии шестого сезона. То, что Абрахам погибнет от рук Нигана, знали все читатели комикса, но сценаристам показалось мало одной жертвы. Поэтому без всяких на то предпосылок и сюжета вывели одного из самых любимых и основных персонажей. Это один из немногих героев, который был в сериале с самого первого сезона. Глен стал жертвой исключительно ради создания ажиотажа вокруг сериала и демонстрации, какой Ниган жестокий ублюдок. Видимо, слив одного из главных героев действительно поднял рейтинги, поэтому в восьмом сезоне решают убить Карла, сына главного героя, на секундочку. Как по мне, это совершенно неуместная смерть, которая не поднимает интерес к сериалу, а даже наоборот. Ну и апогей слива персонажей, это, конечно же, выпиливание из сюжета Рика Граймса в девятом сезоне. На секундочку главного героя. Да, его не убили, и по слухам он скоро вернется в шоу, но факт остается фактом. Это ужасный слив, которых в сериале накопился не один десяток. Испанский сериал Элиты также может похвастаться странным сливом одного из самых главных персонажей. Так вот, речь идет о Кристиане. В первом сезоне Кристиан был одним из главных героев. Узнав подробности убийства своей одноклассницы, данный персонаж сказал Карле, что пойдет в полицию и все расскажет. Отец Карлы, долго не думая, нанял людей, и Кристиана сбивает машина. В результате он оказывается в больнице. Врачи говорят, что нужна дорогостоящая операция. Денег у родителей Кристина нет. В итоге отец Карлы говорит, что оплатит лечение, чтобы он молчал, и Кристиана отправляет в Швейцарию. Все. После этого ни одного упоминания об этом персонаже вы не услышите. Судя по всему, актер не мог дальше сниматься в элите, ввиду своей занятости на съемочной площадке бумажного дома. Поэтому было принято решение слить его персонажа как можно быстрее. Буквально. На самом деле очень жаль, что такой харизматичный герой покинул сериал. Многим он успел полюбиться за 8 эпизодов, поэтому недоумения по поводу слива героя не утихают до сих пор. Что ж, а на сегодня, пожалуй, все, друзья. В сериальной индустрии еще целая куча примеров сливов персонажей, поэтому обязательно пишите их в комментариях. Будет очень интересно почитать. Поставь свой прекрасный палец вверх, а также подпишись на канал, если здесь впервые. Вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. Всем счастливо и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!